Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях герой России, полковник полиции, председатель Совета по патриотическому воспитанию общественной организации офицеры России Александр Николаевич Головашкин. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии в канун Дня полиции. Сегодня хотелось бы поговорить о той большой работе, которую вы проводите с подрастающим поколением и, конечно же, все то, что вас волнует сегодня. Что для вас ваша профессия и как вы в нее пришли? Мы встречаемся накануне большого праздника, общего нашего дня сотрудника органов внутренних дел, но это уже по-современному, да, он так звучит и называется. Спасибо за приглашение. Я, наверное, отвечу на этот вопрос, что это профессия, это образ жизни, это состояние души, это, наверное, все. Потому что служба отечества, это вообще подразумевает, как говорится, трудности, лишения, тяготы, которые нужно стойко переносить ради любимого дела, ради любви к родине, ради защиты. И поэтому люди в погонах, люди в профессии именно в правоохранительной системе, раз уж мы сегодня об этом говорим, отдают себя именно служению Отечеству во благо защиты общества, защиты людей. И зачастую, как говорится, когда приходишь в профессию, нет там золотых гор, а есть тяжелый труд и работа. А что вас мотивировало и двигало вперед, и почему вы выбрали этот путь? Ну, сегодня много говорим о воспитании подрастающего поколения, о работе с молодежью. И именно все начинается с семьи, все начинается с детства и с воспитания. Профессией я заболел именно, наверное, уже четвертый класс, десятилетний возраст. Это уже твердо я для себя решил. Ну, первый год, конечно, это были такие мальчишеские фантазии. Ну, конечно же, этому послужило, вот, как я говорю, все идет из семьи. Дедушка на тот момент был еще жив, фронтовик. И я застал вот какое-то время вот этого своего детства в живых беседах именно с дедом. Папа на тот момент был капитаном милиции. И, наверное, это сформировало вот в основе. Ну, и, конечно же, период времени, который в нашей стране вот, ну, наступили, выполнение интернационального долга в Афганистане. И мои старшие товарищи, с которыми я во дворе играл, гулял, также были вот после возвращения беседы. Некоторые из них присылали письма именно оттуда, с войны, которые я читал. Мы переписывались, и вот меня это как-то вот готовило, формировало. Несмотря на то, что вы уже два года как офицер запаса, тем не менее, ваша служба продолжается. Служба продолжается, да. И ты не назовешь работой, а именно службой, совершенно верно, из профессии люди не уходят, и она продолжается. Сейчас очень плотно, и не только вот эти два года, да, например, с момента награждения, скажем так, и представления к званию героя, патриотическая работа приняла такой вот, в общем, как оборот, вот, практически. Ну, патриотическая работа невозможно заниматься как-то по расписанию, или там пять дней в неделю, и суббота, воскресенье, выходной. Она требует от тебя постоянного нахождения, постоянной жизни и работы, вот именно, чтобы отдавать себя, свои знания, ну, в частности, вот детям, молодому поколению. Ну, хотя и частая работа проходит и с курсантами, военнослужащими, которые также только-только пришли в профессию, или там первые дни, первые месяцы службы в армии, поэтому работа идет. За последние годы в системе органов внутренних дел произошли колоссальные изменения. Как вы к ним относитесь? И, на ваш взгляд, сегодня стало сложнее служить? Не могу, наверное, ответить на этот вопрос однозначно. Когда начинаешь что-то новое, ну, или ты пришел в службу молодым офицерам, и все у тебя впереди, ты безумно любишь свою профессию, ты не обращаешь внимания на какие-то моменты, где-то что-то тебе не хватает в экипировке, в оснащении, или где-то ты просто идешь вперед к своей цели, ты счастлив просто, что ты в команде, и находишься, занимаешься своим любимым делом. И, наверное, уже вот сейчас можно что-то так откатываться назад, вспоминать, где-то что-то вот можно было бы изменить, или что-то тогда не хватало. Но на тот момент как-то это было незаметно. То, что изменения, конечно, да, произошли колоссальные. Ну, как и, наверное, брать весь силовой блок в нашей стране, если в частности, то, чтобы взять и армию, и МВД, это все равно не раздельно, потому что все мы защищаем родину как за пределами наших рубежей, так и вот изнутри. Конечно же, современная экипировка, если брать какие-то там специальные подразделения, обычные, допустим, отделы, также полиции по оснащению, по технике, она приходит в нашу жизнь, поэтому приходят какие-то новые разработки, экипировка оружия. В общем, если делить как службу в полиции на отделы и блоки, то в каждой своей направленности есть все для выполнения качественного, профессионального, чтобы можно выполнить поставленные задачи. Причем, наверное, вы в свое время могли только мечтать или даже подумать, не могли. О чем-то мы, да, не могли знать, что такое возможно. Наверное, таким арсеналом большим вы в то время не располагали. Конечно, нет. Но на сегодняшний момент служить более, наверное, и более ответственно сегодня-сейчас, потому что, если брать опять систему МВД, она абсолютно прозрачна, мы постоянно на виду. Общество видит то, что происходит. Сотрудник не имеет, я считаю, права на ошибку и при выполнении задачи. Ну и если ты выбрал для себя эту профессию, и ты служишь Родине и на через звание российского офицера, именно потом в МВД, то, допустим, выходной день в отпуске или где-то ты не можешь сегодня быть на службе. Ты так себя ведешь, выходной день или где-то, ты ведешь себя по-другому. То есть ты постоянно... То есть это образ жизни. Это образ жизни. Но ты должен это понимать, что ты всегда на прицеле именно взгляда соседа, окружающих, общества. И в целом у нашей... очень большой пройден путь и службы. И за это время многое происходило. Много людей, много офицеров, сотрудников не вернулись после службы, с дежурства, после выполнения специальных заданий. И все это работает на то, чтобы создать образ и традиции, славные традиции. И все это написано кровью. Поэтому, придя на службу, ты должен понимать, что ты не имеешь права своими неправильными какими-то действиями или поступками перечеркнуть вот то, что годами делалось до тебя. Поэтому ты должен только честно служить и приумножать, чтобы только славные традиции росли. А молодое поколение, вот ребята, например, видели твою честно выполненную работу, и это их как-то завораживало, мотивировало, и они мечтали бы стать такими же. Поэтому, наверное, это я не о себе сейчас говорю, как герои именно. А каждый сотрудник, каждый офицер, придя на службу, должен это понимать. Вы герой России. Что для вас эта награда? И насколько изменилась ваша жизнь после нее? Начну по порядку. Награда – это, наверное, больше вот та точка, именно жирная точка, не в службе, не в карьере, где-то там или в служении Отечеству, а точка, которая прям подытоживает правильность, наверное, в выбранной профессии, то, что эта же награда состоялась не в первый день службы, а спустя вот многие годы, и ты понимаешь, когда-то давно ты сделал правильный выбор. Звезда, награда коллективная, она вручена мне, как сотруднику отряда специального назначения, в котором большой коллектив, это большая дружная семья. Один я не смог бы ничего сделать, это только работа в команде, а работа в отличной команде и честная работа. И вот это, наверное, вот эта точка, она и есть. Это именно вот правильность того, что ты делаешь, то, что ты делаешь честно и умело, потому что это тоже очень важно. Жизнь изменилась практически полностью после награждения. Здесь вопрос идет не о каком-то статусе или о том, что где-то я почувствовал себя совсем другим человеком и очень там популярным, узнаваемым, и можно сидеть уже просто на диване и от этого получать удовольствие. Здесь просто добавилась огромная нагрузка и груз ответственности, о чем я вот только что говорил, то, что ты всегда на виду, то, что по твоим поступкам, действиям также судят о твоем подразделении, о твоей службе, о твоей семье и так далее. И когда был момент награждения, была уже беседа с президентом после торжественной части и были напутственные слова. И статус героя, именно звезда, он отмечает человека за особые заслуги перед страной и обществом, но в то же время как обязывает дальше служить обществу и развивая, принося вот именно пользу, занимаясь патриотической работой и так далее, и так далее, и так далее. То есть это работа, это труд, ну, в принципе, ничего не случилось. Ну и по сути, именно это событие послужило, наверное, таким основным толчком к тому, чтобы вы начали так активно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Вы очень много проводите уроков мужества и не только на территории Одинцовского округа, но и в Подмосковье. Вы встречаетесь с курсантами, со студентами военных университетов и очень много времени уделяете именно этому. Почему для вас это так важно? Приход мой в профессию. Первая семья. Да, дома я общался, я видел, но у нас, к сожалению, не полные семьи, где-то есть совсем те же детские дома, где это такие же дети, где девочки, мальчики, они растут, и после выхода они приходят в общество, они приходят во взрослую жизнь. Соответственно, нужно готовить и работать, чтобы помочь встать вот именно на ноги и с выбором профессии. Я, когда встречаюсь с детьми, особенно в школах, у меня нет такого призыва именно, что вы должны с оружием в руках, именно в офицерских погонах, защищать свою родину, и ничего другого в вашей жизни как бы быть не может. То есть абсолютно у каждого человека должен быть выбор. Поэтому все встречи именно такие, что быть достойным человеком, быть достойным гражданином, и в любой профессии можно добиваться успехов, прославлять свою фамилию, свою семью, свою родину, свою школу и так далее. То есть быть просто достойным гражданином. И я в этом момент увидел, если примеряя на себя, какие-то шаги, которые я делал в службе, на тот момент где-то не было возможности посоветоваться у кого-то, не было где-то рядом человека, у которого можно было бы спросить, как в какой-то ситуации себя повести. И был какой-то метод проб и ошибок небольшой. И сейчас в этом еще видишь, помимо того, чтобы ребята уважали друг друга, любили своих родителей, знали историю своей страны и гордились тем, что они живут в России, хочется еще вот как раз в ком-то раскрыть, если в ходе бесед видно же, что дети начинают живо интересоваться, и из 10 человек 2 уже понимают или хотят, мечтают стать офицером. Кто-то хочет в спорт или где-то. И ты на эту тематику начинаешь разговаривать. И вот подсказываешь именно в какое направление, с чего нужно начать, как себя нужно готовить. Но вы, глядя на этих ребят, вы видите в них потенциал? Несомненно. Каждый ребенок. Плохих детей нет вообще. С каждым нужно работать. Ребенком, человеком нужно работать. И если где-то мы потом по каким-то моментам, критериям осуждаем, это наша недоработка. Ну, взрослых. Потому что дети на то и есть дети, что нужно подать вовремя руку помощи и просто обратить внимание и помочь ему поверить в свои силы. И все. Дальше он все сам сделает. Молодежь прекрасная. Сейчас каждый год, общаясь, как бы видишь, что время не стоит на месте, поэтому все меняются. Детки тоже совсем другие. Ну, замечательно. Но любовь к родине остается. Все это есть. У мальчишек глаза горят. Когда они особенно общаются с вами, слушают вас, что они говорят в завершении таких встреч? Наверняка ведь подходят, обмениваются мнением, просят совет. Знаете, наверное, еще в чем вижу важность своей миссии, вот в частности о себе говорю, если по работе даже брать, ну, наш округ далеко не будем ходить, вот просто наш округ, да, наш город, и ты многих уже знаешь учебные заведения, знаешь педагогов, преподавателей, у нас уже такие дружеские, товарищеские отношения, где мы на личных контактах, тебя приглашают на какие-то мероприятия, не обязательно это праздники, а вот в обычные бытовые дни на тот же классный час. Вот приятно видеть всегда результат, когда ты что-то делаешь. Встречи поставлены таким образом, что рассказываешь о себе, о детстве, двор как-то рос, потому что дети когда видят, ну, как обычно бывает, возьмем школу, дети сядьте ровно, все должны быть опрятными, причешитесь, сейчас к нам придет такой-то человек. Дети застыли. Не забудьте встать, поздороваться. Да, ты пришел, дети застыли, тебя чуть-чуть послушали, ты ушел, и на этом все, крыка, вот, закончилось. Беседа именно строится таким образом, что ты обычный человек из обычной семьи, и у каждого из ребят есть возможность, никакого не надо там, ну, как, блата или знакомства, чтобы вот таким стать или кем-то стать. Ты просто будь кем ты, вот, есть, работай над собой, и все у тебя есть. И вот, получается, они понимают, что ты такой же, что ты так же рос. И, конечно же, снимается вот этот барьер, и они начинают задавать какие-то уже вопросы, ой, а вы знаете, а как бы, ну, вот, а как тренироваться, а как нужно, а как вы учились? Вот, здесь абсолютно надо быть честным. Пока что было, ты был, рассказываешь. Как вы учились? Были некоторые такие моменты. Как учился герой России Александр Николаевич? Вот, хорошо. Иногда, как это, стабильно хорошо, среднее, и были четверки. Вот, поэтому все остальное мы оставляем. Но, знаете, интересные вот эти встречи еще были, когда я проводил встречи с ребятами в своей школе, в которой учился, а там в школе преподаватели, которые учили еще меня. Вы учились в Ликинской школе, но это, наверное, вдвойне волнительно, когда ты возвращаешься в родную школу взрослым, совершенно в другом статусе, и уже делишься с такими же мальчишками и девчонками своей историей. Да, общаешься с ребятами, а в зале вот рядышком, прямо перед тобой посидят твои учителя, там, директор заучит, который был на тот момент, и ты рассказываешь ребятам, а сам смотришь в глаза и видишь, как они тебя видят вот маленьким таким же, и когда начинаешь какие-то откровенные вещи, честные, школьные жизни ребятам рассказывать, ну, именно отвечать на вопросы, вот, у нас был даже момент один такой, как про уроки как раз спросили, как я их делал, или еще что-то, я ответил ребятам, сидит учительница, которая меня очень хорошо знает, она так кулак так чуть-чуть показывает, ну, то, что... А я потом подхожу, говорю, ну, вы же сами говорили, что нужно всегда говорить правду, дети спросили, и я ответил. Поэтому такие интересные встречи. Но я тоже на каждой встрече что-то выношу себе, я учусь, пополняю себя, на самом деле, у нас такой двухсторонний обмен идет, не в одну сторону, что ты там о себе рассказываешь, вот, ребят, я великий, здесь я бегал, тут я стрелял, вот, все круто, я пошел, то есть, ну, именно вот я рассказал, ребят рассказали, я что-то себе взял, они видят, когда ты их слушаешь, и больше как-то раскрываются психологически, и, может, беседы тогда получаются совсем теплые. В Ликинской школе несколько лет назад был создан клуб военно-спортивной подготовки «Тайфун» имени героя России Александра Николаевича Головашкина. Когда к вам организаторы этого клуба подошли с таким предложением, что они хотели бы назвать клуб вашим именем, вы сразу согласились и сразу поддержали их в этом решении? Хорошая была инициатива, выслушал, было волнительно, подумал, конечно же, немного, потому что это, когда твое имя присваивается, и где-то на каких-то мероприятиях также у клуба есть знамя, и на знамени нанесена фамилия, поэтому это такая большая все-таки ответственность. Хотелось бы сначала поняла, что за мотивация, что за этим стоит, какие цели преследует. Основной состав на тот момент был как раз ребят из Ликинской школы, часть лебедишек было жаворонки, это рядышком практически со всем, поэтому это практически многие дети, родители которых учились со мной, или чуть были младше, но они меня знают. Поэтому вот такая вот живая работа, как говорится, напрямую. Насколько сегодня вы активно участвуете в жизни клуба, какие основные дисциплины есть, чем занимаются мальчишки и девчонки, потому что я знаю, что есть даже в клубе девчонки, их немало. Да, девочки есть, клуб в данный момент переживает небольшие такие перестановки, что-то мы на какой-то новый этап выходим, потому что там в руководстве небольшие изменения произошли, но дети остались, дети на месте. Отряд существует, вот клуб работает с руководителем мы на связи постоянно и находится он здесь на территории нашего города. На базе ДСААФ проходят тренировки. В школах, на встречах с детьми, с ребятами присутствуют родители из родительского комитета или вот даже преподаватели, у которых есть дети, либо у кого-то есть знакомые, которые вот как раз хотят, чтобы ребенок занимался вот и был и где-то вот в хорошей команде, так же подходит, обменивают контактами и вот пополняем наши ряды. То есть это уже такая более профильная история, то есть для тех, кто задумывается в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность со службой в органах внутренних дел или в армии, то это уже такая проверка себя. То есть стоит, не стоит идти в это направление. Но по сути это ранняя профориентация. ранняя профориентация. Может быть, если старые добрые наши уроки начальной военной подготовки, которые были в школе, потому что как вот сейчас многие говорят, что мы противники там где-то, потому что дети берут в руки оружие, вопрос там не встает, что сразу с первого дня надо пневматическую винтовку взять и в теле только стрелять. Там же идет изучение строевой подготовки, навыков, тоже так же гражданская оборона правильно и умело вовремя использовать противогаз, знать какие-то вот азы и тонкости. Это вот курс молодого бойца, подготовка, да. А вот то, что я как раз вам сказал, да, по поводу того, что поэтапно как-то где-то идет, и мы не можем прийти в класс, где 30 человек, и просто одним призывом сказать, вы все патриоты, вот сегодня вот 11 класс, вот вы выпускаетесь, завтра уже армия, вы все любите родину. Ну, нет, конечно, это же каждый день вот эта поэтапная работа. И именно в таких клубах и вот эта подготовка, которую дает преподаватель работа в команде и раскрывает потенциал и заинтересовывает ребенка. Если он встанет старше и по возрасту уже там идет дальше учиться в институт, или вот после службы в армии, или идет он в армию, он выбрал для себя какую-то профессию, это хороший багаж, который останется у него на протяжении всей жизни, вот то, что занятие в этом клубе. Наоборот, кто-то и влюбился, прямо увидел и понял, вот все, меня это даже подтолкнуло. Где-то, может быть, и были у него какие-то сомнения. Когда мы, ну, вот опять на встречах с детьми, часто вот, очень часто мотивирую на спорт, на занятия спортом, именно на здоровый образ жизни ребят. И рассказываю как раз вот истории, когда они спрашивают, вот как можно стать таким же, или как вот себя подготовить, чтобы быть готовым, там, в трудную минуту, вот правильно все сделать, пожертвовать собой. Как раз именно и рассказываю, что вот эти школьные годы, когда были вот эти уроки военной подготовки, которые сегодня вот в спортивных, патриотических, военно-патриотических клубах. и я говорю, ребята, вы знаете, мне первые три месяца в армии так было легко, что, ну, по сравнению с некоторыми там со своими сослуживцами, которые не занимались не только спортом, но и вот не были в таких вот клубах или участвовали в таких зорницах, потому что вот эта основа преодоления препятствий, полоса препятствий, защиты вот от оружия, массового поражения, те же вот противогаза и специальные костюмы, и когда ты быстро вовремя пономоти его все, метай неучебные гранаты, и даже сержанты иногда интересовались вот откуда, где-то как-то, и поэтому это большой плюс опять школе или вот преподавателю военной подготовки, который нас до такого уровня довел, что даже в армии мне 18 лет хватило этого уровня, чтобы влиться сразу в службу, и поэтому вот как-то рассказываешь ребятам об этом, что это во многих учебных заведениях высших, сейчас очень серьезное направление вот по этой именно военной подготовке, человек на кафедре, да, он уже не будет служить, но там есть эта подготовка, и там тоже это может пригодиться, поэтому все начинается со школы. Александр Николаевич, поздравляем вас с наступающим Днем полиции, конечно же, хочется пожелать вам здоровья, а что в свою очередь вы хотите пожелать вашим товарищам? Спасибо большое за поздравление. В первую очередь хочу поздравить с профессиональным праздником, с Днем сотрудников органов внутренних дел, личный сострав, и сотрудников, которые сегодня в строю, которые сегодня на дежурстве, и которые защищают правопорядок, и нас с вами. Желаю вам крепкого, крепкого здоровья, удачи, правильного выполнения служебных обязанностей. Хочу пожелать нашим семьям крепкого здоровья, терпения, сил. Наверное, никто никогда вот так не сможет в полной мере понять, ощутить, что же чувствует семья, когда ждут тебя с возвращения со службы. если мы берем специальные подразделения, которые есть также в правоохранительном блоке, наши доблестные отряды, и именно командировки, которые вот и в моей службе, это был Северный Кавказ, не знаю, это вообще просто мужество и героизм наших мам, бабушек, жен, то, что они ждут, что же они переживают. Поэтому я желаю вам всего самого доброго. Спасибо, что вы нас всегда ждете, что вы есть. Я также хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья нашим ветеранам, ветеранам службы, потому что то, что сейчас мы с вами беседовали, рассказывали, я состоялся как профессионал, как сотрудник благодаря вот и труду наших старших товарищей, на которых мы смотрели, на которых мы равнялись, на которых ходили легенды в службе, и тот боевой опыт, который они отдавали ценой собственной жизни и здоровья, он помог нам в дальнейшем выполнять свои служебные обязанности. И глядя на труд ветеранов, мы также хотим, хотели быть такими же, и я уверен, что у нас получилось. Ну и хотел бы пожелать всем нам крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия, мира и добра. Спасибо вам за интересное интервью. Спасибо большое. Вы смотрели программу специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин